Вчера выступая у наших гостеприимных хозяев в экономической школе, я рассказывал о конце советского режима, о тех обстоятельствах, которые этому сопутствовали, о причинах коллапса Советского Союза. Я обещал, что продолжу этот разговор и постараюсь объяснить, какой эффект это имело на Западе и каким образом это с Западом связано. То есть сегодняшний наш разговор пойдет скорее о Западе. Я понимаю, что судьба вашей страны теперь связана именно с Западом, с Европой, а после событий, произошедших здесь полтора года назад, это уже непреложный факт. Но я также думаю, что вам надо знать тот мир, к которому вы теперь присоединяетесь. И надо знать все оно, не только фасад, не только красивую его сторону, но и те недостатки, которые там есть. Потому что самое глупое, что можно сделать, это безрабски копировать то, что есть у соседа, то, что есть у них, какая у них последняя мода, следовать ей необдуманно. Я это считаю всегда большой ошибкой. Человек должен жить своей головой, решать за себя, за свою страну то, что нужно, что не нужно отбрасывать. И поэтому я буду говорить в основном о том негативном, что происходит сегодня на Западе. Не поймите меня превратно. Я вовсе не считаю, что Запад хуже того, что есть в России. Я помню, пару лет назад, выступая на эту тему в Санкт-Петербургском университете, я это все излагал, как вдруг встала одна женщина и говорит мне, «А что вы нас приехали пугать? У нас все равно хуже». Я надеюсь, такой реакции в этом зале не будет. Мы все понимаем, что там хуже. Но знать, что реально происходит у наших друзей, тоже бы не мешало. Рассказывая вчера о конце советской власти, о том, как это все происходило, и какие силы этим способствовали, я объяснял, что кризис этой системы, он был неизбежен, поскольку в самой конструкции социализма заложена катастрофа, заложен его конец. И эта неизбежность была нам понятна очень рано. Я где-то лет в 16 понял, что, скорее всего, доживу до конца советской власти, если меня раньше не убьют. И поэтому особенно не удивлялся тому факту, что она рухнула. Тем более мне забавно слышать речи некоторых лидеров из Кремля о том, что конец Советского Союза был самой большой геополитической катастрофой 20 века. Катастрофой я бы это никак не назвал. С моей точки зрения, катастрофой 20 века было именно возникновение Советского Союза. А его распад, его конец, его коллапс был абсолютно неизбежным и вполне заслуженным. Система-то была не жизнеспособная, которая не в состоянии была производить то, что требовалось людям. Это была материальная база мировой революции. Вот с такой мыслью создавал ее и Ленин, и Сталин, и все последующие вожди. Она должна была служить распространению мировой революции, социализма в мире. И на это работала. Естественно, когда у нее чуть не 60-70% всей промышленности работала на военные нужды, а нужды людей игнорировались, ничего другого получиться и не могло. При той системе экономической, которую они построили, экономической системе коллективизма, никакой высокой производительства добыть не могло. Я прожил ровно половину жизни при советской власти и вторую половину жизни на Западе. И поэтому хорошо могу сравнивать эти вещи. Я помню, как в наше время в Советском Союзе говорили, мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Вот это и была формула работы в советских условиях. Разумеется, эта система была и не могла быть производительной. Плюс их бесконечные усилия распространить свою модель на весь мир приносили им только убытки. Экспорт советской модели означал увеличение расходов на нужды коммунистического мира. Та же Куба, большое завоевание советской внешней политики, стоила им под конец 10 миллиардов долларов. А Вьетнам, который они отбили у Соединенных Штатов, стоил им 12 миллиардов долларов. И это все росло. Чем больше успеха у них было во внешней политике, в смысле распространения своей модели, тем дороже это стоило, и тем ближе подходил день их конца. Чего они очень долго не понимали. Понимание у них возникло где-то в 81-м году с польским кризисом. Вот тут они вдруг поняли, что их экономическая база слишком мала для их геополитических амбиций. Что они не в состоянии выкупить даже Польшу. Я вчера рассказывал, какие протоколы политбюро, заседания я видел. А в свое время, в 92-м году, я был экспертом Конституционного суда в деле КПСС против президента Ельцина. И в этом качестве имел право затребовать секретные документы из архивов ЦК. Что и делал. И постарался этих документов посмотреть как можно больше. И хотя копирование было запрещено, но инструкция, запрещающая копирование этих документов, была устаревшей. В ней все было сказано про ксерокопирование, и такое копирование, и фотокопирование. Но не было упомянуто сканирование, поскольку в те годы такого не было. Я этим воспользовался, купил себе японский ноутбук и ручной сканер. И вот сидел посреди зала суда Конституционного и сканировал секретные документы в 48 томов. И правильно сделал, потому что по окончанию судебного дела все эти документы были опять засекречены на 30 лет. То есть вот то, что я успел тогда засканировать, это все, что сегодня люди могут увидеть. Впоследствии я написал книгу на основе этих документов, которая называется «Московский процесс». Она вышла во многих странах мира, в том числе и в Москве. А остальные все документы повесил на интернет. То есть вы можете все посмотреть, они в оригинале, как я их заканировал по-русски. Наша трагедия состоит, наша общая трагедия и Восточной Европы, и бывшего СССР, и нынешней России состоит в том, что нам не удалось закончить период, советский период, так, как нам бы хотелось, так, как это было нужно сделать. А именно, нам не удалось организовать суд над советской коммунистической системой. Мы пытались уговорить тогдашнее руководство Ельцинское в том, что это неизбежно и необходимо, и если мы этого не сделаем, то неясность, двусмысленность, неопределенность нашей истории будет нас все время как бы тащить назад. Она не позволит нам идти вперед, что сейчас вы и можете наблюдать в России, где до сих пор не могут определить, что же у них было в будущем. У них одновременно собираются вешать изображение Сталина на улицах Москвы и ставить памятник Сахарову. Все это в одно и то же время. У них все герои теперь, и совершенно невозможно понять, что же было в прошлом. Но трагедия даже не только в этом, а в том, что не осудив эту систему окончательно авторитетным судом, мы как бы оставили открытой дверь для повторения этих ошибок. И это то, что мы сегодня видим. Нынешнее руководство российское, считая крушение советского режима катастрофой, случайностью, а не неизбежностью, всеми силами старается теперь реставрировать эту систему. Вернуть ее и внутри страны, и ее сферу влияния снаружи. Что вы и почувствовали полтора года назад. В этом наша основная трагедия. Так почему же нам не удалось это сделать? А надо сказать, что я потратил очень много времени и сил, и друзья мои тоже, пытаясь уговорить Ельцинского руководства организовать такой международный трибунал. Прежде всего, конечно, Ельцинское руководство, которое, в общем-то, происходило из номенклатуры советской, не очень вернулось устраивать такой суд, понимая, что такой процесс приведет к невозможности им самим оставаться в политике. Хотя Ельцин сам никаких преступлений против человечества не совершал, и он вряд ли был бы осужден таким судом. Тем не менее, по ассоциации, он все-таки был кандидатом в члены политбюро, ему оставаться в политике после такого суда было бы невозможно. Но не это самое главное. Ельцин колебался. В это же самое время его завалили телеграммами с запада через российские посольства. Практически из всех стран шли сотни и тысячи телеграмм, требуя от него не открывать архивы и не проводить такого суда. И вот только увидевшие эти документы в конце концов, я понял, почему же Запад себя так вел. Дело даже не в том, что советский режим ухитрился сильно инфильтрируя западные структуры и стеблишмент. Это было, и эта инфильтрация была гораздо больше, чем мы подозревали. И деловые круги, и культурные круги, и политические круги, и журналисты. Среди них было огромное количество советской агентуры. Целые партии политические находились в прямом сотрудничестве с Кремлером, особенно левые. Это все так. Но дело было даже не в этом. Дело было в том, что для огромного количества политических сил на Западе Советский Союз был нужен. И они никак с ним расставаться не хотели. Он им был нужен как идеологический союзник. С их точки зрения Советский Союз не был монстром, каким он виделся нам. Это был заблудший союзник. Вот цель, которую преследовал Советский Союз, они одобряли. Методы не всегда. И могли по этому поводу протестовать, что-то говорить. Но в принципе конечная цель, а именно торжество социализма во всем мире для них была общая. Мало кто знает в бывших коммунистических странах, и я этого не знал до тех пор, пока не был выслан на Запад, на какой степени западный мир господствовала уже тогда идея социализма. Произошло очень простое явление. Как вы знаете, движение социализма раскололось на две части в начале 20-го века. На большевиков и меньшевиков. Одни считали, что нужно вводить социализм радикально, революционно, насильственно и быстро. А другие считали, что его надо вводить постепенно, медленно, реформить, реформаторски и таким образом избежать издержек, насилия. Так вот, большевики победили на Востоке, а меньшевики победили на Западе. И вот тот факт, что они там победили, мало кто понимал в советских условиях. А я это выяснил по крайней мере два года пребывания на Западе. Моя первая реакция, как нормального человека, воспитанного в советских условиях и читавшего газету «Правда», была попытка найти те реакционные круги, о которых газета «Правда» всегда писала. Вот, имплинистические, реакционные круги, антисоветские, ну, я думаю, мне их надо немедленно найти, это мои друзья будут. Так вот, года два я их искал, не нашел. Ищу до сегодняшнего дня, их просто нету. А вот сил мира, прогресса и социализма, о которых писала газета «Правда», в мире действительно много. И они заказывают музыку. И неважно, какое правительство. Правительства на Западе приходят и уходят. А силы мира, прогресса и социализма контролируют все. И интеллектуальную жизнь, и банки, и финансовые потоки. У них всегда деньги. У них, которые нам говорят, как они защищают трудовой народ, как они борются за его равноправие, у них все мировые деньги. А у нас, у сил реакционных, никаких денег, как правило, нет. Вот этот факт и объясняет, почему же Запад не позволил России провести Нерунбергский процесс в Москве. В числе тех документов, которые я получил тогда, и некоторых, которые получил после, были стенограммы, бесед, которые вел, скажем, Горбачев со всеми лидерами в мире на своих встречах, открытых и неоткрытых. И вот в 80-е годы лидеры левых западных партий одни за другим приезжали в Москву и объясняли Горбачеву, как замечательная его перестройка. она сняла как бы запрет на дружбу с Советским Союзом. Она позволяет нам теперь, нам, левым силам, объединиться. А ситуация, объясняют они Горбачеву, критическая. После всех этих десятилетий, говорят они, нам так и не удалось установить социализм ни в одной стране. И это можно сделать только сразу во всех. Мы пришли к такому выводу. А для этого нам нужно взять в свои руки процесс интеграции, который существует в мире, в частности, европейской интеграции. Мы никоим образом не заинтересованы в крушении Советского Союза, говорят Горбачеву, такие люди, как Вилли Брандт, как Филипп Гонзалес, как итальянские коммунисты, как Франсуа Метерран, французский президент, и так далее. Нам никак не нужно, чтобы Советский Союз рухнул. Потому что, говорят они, и я цитирую, крах социализма на Востоке приведет к кризису этой идеи на Западе, а этого мы не хотим. Более того, скажем, Франсуа Метерран еще более откровенно объясняет эту позицию, говоря, что ему, Парижу, Франции, нужен сильный Советский Союз. Потому что, только тогда, говорит он, и я цитирую, мы сможем контролировать все то, что лежит между нами. Вот позиция левых. До 1985 года левые в Европе и советские отдельно были против европейской интеграции. Европейские левые считали, что это приведет, что это очень усилит как бы власть капитала. Им будет труднее бороться с предпринимателями за права рабочих. И это они считали заговором предпринимателей европейскую интеграцию. Советские видели в европейской интеграции попытку создать антисоветский блок, соединить, объединить все страны Европы, чтобы это был такой плацдарм, такой блок борьбы с ними. Все это начинает меняться в середине 80-х годов. Первое, о чем говорят Горбачеву все эти лидеры левых движений и партий, это о том, что социализм находится в кризисе. И не только у вас на Востоке, говорят они Горбачеву, но и у нас. Дело в том, что в послевоенные годы в очень многих странах Европы были введены социалистические преобразования, законодательство, введено так называемое welfare state, государство всеобщего благосостояния, введены социальные пособия и обеспечения. Вся эта идея очень быстро оказалась не более сложной, чем финансовая пирамида. Идея очень простая. Чем больше новые поколения вносят вклады, тем больше мы можем обеспечить тех, кто уходит на пенсию, болеет и так далее. Это пирамида, рассчитанная на то, что приток новых вкладчиков будет превышать количество тех, кто выбывает. В реальной жизни все оказалось не так. Продолжительность жизни очень быстро увеличилась. И сегодня у нас на я сейчас не помню точную цифру, но что-то там одного человека должно обеспечивать по-моему три работающих на луне работающего, что уже никак не получается. Скажем, Англия ввела социальную медицину бесплатно. Эта социальная медицина мгновенно подорожала, поскольку количество людей, обращающихся за медпомощью выросло драматически. А стоимость машин, стоимость новых препаратов все время росла. Мы знаем, экономисты нам английские уже объяснили, что к 2040 году весь бюджет Великобритании уйдет на медицину. Мы должны ее сокращать, а сокращать невозможно. Нельзя сказать миллионам людей, которые платили налоги все эти годы, что они больше ничего за эти налоги не получат. Это настолько непопулярно, что внутри демократического механизма невозможно решить эту задачу. Таково же положение и с социальным обеспечением. Чем дальше это идет, тем меньше государство в состоянии выплачивать, а процент домашнего продукта, GDP, становится все больше и больше. У нас он уже перевалил за 40% GDP. 40% расходуется на социальные нужды. А любой экономист вам скажет, что уже 30% это слишком много. Уже ни одна экономика выдержать не может. То есть, видя грядущую катастрофу, социалисты поняли, у них есть только один выход. Им нужно захватить процесс европейской интеграции, возглавить его и через этот процесс регулировать происходящее. увековечив все те социальные обеспечения, которые они ввели. Другого выхода нет. До того европейский процесс был чисто экономический. Это было экономическое содружество, в основном таможенное соглашение, позволявшее свободное передвижение работающих капиталов и товаров через границы. Не более. Захвативший этот процесс левые партии перевернули его кверх ногами и сделали из него государство. Вот идеи унитарного государства из всей Европы никто не предполагал. Такой идеей не высказывалась. Такая идея не стояла на повестке дня. Она появилась к концу 80-х годов. Горбачев очень быстро понял все выгоды, которые судить ему такое новое формирование. И он согласился с европейцами, с левыми партиями и запустил этот проект под названием «Общий европейский дом». Многие из вас, кто помнит 80-е годы, помнят этот его лозунг. «Наш общий европейский дом». При этом, конечно, он не добавлял, что этот дом будет социалистический. Западные лидеры об этом тоже умалчивали. И вот, начиная с этого момента, идет процесс захвата европейского проекта левыми партиями. Он происходит очень быстро. Особого сопротивления никто не оказывает. Правые партии, которые я бы правыми не назвал, скорее, консервативными, они понимают, что им тоже с этой проблемой предстоит что-то делать. Как-то надо будет демонтировать социальное обеспечение, которое ни одна экономика себе позволит уже не может. И сделать это можно только через невыборные органы. Через наш национальный парламент это провести нельзя. Для этого должен быть невыборный орган, который может директировать, декларировать эти вещи. Понимаете? С другой стороны, для Горбачева привлекательна и сама идеологическая подоплека такого нового союза. Многие из вас знают, что существовала такая теория, гипотеза конвергенции. она была довольно популярна в середине 20 века. Идея состоит в том, что вот однажды Советский Союз помягчает, он приобретет человеческое лицо, это будет социализм с человеческим лицом, а на Западе победит социал-демократия, и тогда произойдет конвергенция. То есть объединение этих двух миров, раскола в Европе больше не будет, враждебности, противостояние блоков, всего этого уже не будет, и восторжествует социалистическая, социал-демократическая модель. Это были мечты левых партий на протяжении десятилетий, которыми большевики очень умело пользовались. Каждый раз, когда они попадали в ситуацию кризиса, они давали понять левым партиям на Западе, что они готовы к конвергенции, и левые партии всячески помогали им вылезти из кризиса. Но как только они из кризиса выходили, они забывали про конвергенцию, и все на этом кончалось. Так вот, в конце 80-х идея конвергенции стала привлекательной для Советского Союза. Горбачев прекрасно понимал, что система идет на износ, система рухнет, и можно мощная поддержка со стороны Запада. Без этого Советская система рухнет. И вот именно имея в виду такой план в голове, строились европейские структуры, строился Европейский Союз. Если вы на него внимательно посмотрите, он такая бледная копия Советского Союза, специально создававшаяся так, чтобы подойти совершенно точно подсоветские структуры. Ну, например, как управляется Европейский Союз? 27 политкомиссарами, которых никто не выбирает, которые сами себя назначают, и которых мы выгнать не можем. Как управляется Советский Союз в то время? 15 политкомиссарами, которых тоже никто не выбирает, и тоже никто выгнать не может. В чем задача Советского Союза? Задача Советского Союза объявляли нам еще в школе, состоит в том, чтобы создать новую историческую общность советского человека. В чем задача Европейского Союза, как нам теперь говорят? Создать новую историческую общность европейцев. Национальные государства должны исчезнуть, мы должны забыть, что есть этнические разницы, французы, итальянцы, греки, англичане, мы все должны быть европейцами. Если национализм в Европе преследуется, это преступление. Европейский парламент, единственный орган, который избирается, это Европейский парламент. Что для себя представляет Европейский парламент? Я там часто бываю, у меня там есть друзья и наблюдаю это. Во-первых, это колоссальное учреждение, это где-то полторы тысячи, чуть меньше депутатов из 27 стран. Полторы тысячи человек, это уже не работающий орган. Никто не может всерьез обсуждать какие-то проблемы, если у тебя полторы тысячи человек. Тем более, что заседают они не непрерывно, как нормальный национальный парламент. Они заседают две недели в месяц. В общем, я посчитал, что отдельный член парламента имеет в году 6 минут, чтобы выступить в камере, в палате. 6 минут. Вот это все влияние отдельного члена Европейского парламента. При том, что в Европе, как мы знаем, десятки разных языков. Поэтому штат переводчиков в Европейском парламенте это нечто необыкновенное, это тысяч 20 людей. Зарплаты, которые они получают, фантастичны. При том, что они не платят налогов. Международные организации, служащие международные организации налогов не платят. Помимо всего этого, у них есть личные шоферы, секретари. И еще по 100 тысяч евро в год на внепарламентскую деятельность. Это фантастический подкоп. Люди, которых вот таким образом выбрали, они имеют невероятные, казалось бы, деньги, но очень маленькие политические возможности. Сделать реально за 6 минут выступления в году ты не можешь. Более того, весь этот цыганский табор каждый месяц переезжает в новое место. Через один месяц они в Страсбурге, потом они собираются, все эти секретари, шоферы, переводчики, весь этот табор движется в Брюссель. Через месяц, позаседавши 2 недели в Брюсселе, опять они все собирают свои манатки, своих секретарей, переводчиков и едут в Люксембург. Через месяц опять же они все заново собирают и перебираются назад в Страсбург. Одна только поездка, переезд этого Европарламента с места на место стоит миллиарды евро. Совершенно непонятно, на что потрачены. Вот что такое Европарламент. Конечно, никакой гарантии демократии он не обеспечивает. Европейский Союз, отвечая на нашу критику, своих структур, признает, да, у нас есть дефицит демократии. Я очень люблю Европейский Союз именно за то, что он ведет себя точно, как описал Орвал. Вот эта фраза, дефицит демократии, это абсолютно Орваловская фраза. Не может быть дефицита демократии, так же, как нельзя быть немножко беременным. У тебя или есть демократия, или ее нет. Да, вот в европейской структуре ее нет. А в то же время главный орган, Политбюро, комиссия, издает бесконечное количество директив, которые Европарламент не рассматривает. Я как-то приехал в Европарламент, спросил, а чем же вы, ребята, сегодня занимаетесь? О, мы, говорит, полгода обсуждаем допустимый процент жира в йогурте. Это, говорит, самая большая сейчас тема. А основные все вопросы, вопросы политики, вопросы ограничений, они решаются директивами Еврокомиссии. И вот эти директивы, это нечто. Сегодня каждому вновь вступившему члену Евросоюза нужно вводить ограничения и регулирования на 80 тысяч страниц. Вот сколько всего натворила эта комиссия. 80 тысяч страниц. Парламентарии в Польше, например, мне жалуют, что у них просто нет времени прочитать все это. Требуется это одобрить и принять законодательство национальным. А просмотреть это просто сил никаких нет. На это доверяется слишком мало времени. То есть это идет диктат. Регулирования эти очень часто связаны с теми или иными интересами крупных членов Евросоюза. Ну, в частности, там, сельское хозяйство. Вот есть общая сельскохозяйственная политика. Коман-Агрикалчево-полиси. В результате которой сельское хозяйство во всех странах, кроме Франции, отмирает. Так устроено, что они не могут выжить. Наши фермеры в Англии кончились на этом. Так же, как и рыбаки, кстати. Там тоже квоты, рыбная политика сложная. Детализация этих регулирований такова, что Газплан вам покажется детским садом. Там решается все. Какой формы должен быть банан? И если банан не той формы, его продавать нельзя. Какой формы должен быть огурец? Какого размера должно быть яйцо? Вот яйцо меньшего размера, чем установила Еврокомиссия, яйцо не называется. И продавать его нельзя. И так далее. Это тысячи и тысячи регулирований. Это взбесившаяся, никем не контролируемая бюрократия, пожирающая миллиарды и миллиарды евро в год. Достаточно вспомнить, я вам просто так, как анекдот, вспомню несколько решений из директив Евросоюза. В частности, лет пять назад вышла директива Еврокомиссии о том, что все владельцы свиноферм обязаны обеспечить своих свиней цветными мячиками, чтобы свиньям не было скучно. Дальше больше. В прошлом году вышла директива Евросоюза, запрещающая в Европе убивать в пищу лошадей и зебр. Я немедленно написал им письмо, говорю, а как насчет жирафов? Могу я убить жирафа хотя бы? Ответа не получил. Сейчас, как вот вчера правильно объяснял Андрей Лорионов, самая большая афера в мире это была связана с климатом. О том, как вот мы все создаем слишком много парниковых газов, от этого разогревается земля. Но вот этот бред пытались нам ввести в качестве причины, основания для международного регулирования нашей деятельности. Причем вплоть до отдельного человека, не только государством, не только компаниям, до отдельного человека. Мы должны были получить специальные кредитные карточки, которыми каждый раз, расплачиваясь за потребление энергии, продуктов и так далее, мы должны были отмечать, сколько мы потребили углекислоты, выделили углекислоты. Вот до такой степени конкретизация должна была быть. В частности, Еврокомиссия предъявила претензии авиакомпаниям. Вы слишком много выбрасываете углекислоты, это вот ведет к разогреванию земли, вы должны платить специальный налог. А авиакомпании, они будут дураками, скинулись и наняли исследовательский институт выяснить, сколько же кто выделяет парниковых газов. И они вдруг выяснили, что корова, стоящая на лугу, выделяет больше парниковых газов, чем самолет, который летит от Лондона до Нью-Йорка. Еврокомиссия задумалась, что это действительно проблема. И вот в прошлом году они наконец нашли решение этой проблемы, о чем нам всем сообщили. А вот нужно изменить диету коров, чтобы они меньше испускали этих самых парниковых газов. коров полагается кормить чесноком по решению Еврокомиссии. Народ удивился, говорит, что же у нас будет масло сразу чесночное, а молоко чесночное это как-то невкусно. Но никто не спросил себя самый простой вопрос, а будут коровы есть чеснок? Я сильно сомневаюсь. А как ее заставишь есть чеснок? Это же тебе не человек. Вот такое безумие у нас творится в Евросоюзе. А тем временем это уже не шутки. Вот мы посмеялись, а на самом деле смешного мало. Потому что систематически урезаются наши свободы. Демократия исчезает. Наш парламент, который мы выбираем, на 80% простамповывает решение Брюсселя. Он уже не парламент. Он уже своих решений не принимает. Только то, что решили в Брюсселе. А тем временем происходит все больше и больше нагнетение реструктивных запретительных законов. Через вот эти евроструктуры нам навязывается политкорректность. Нам вводятся законы о так называемой хейтспич, речи ненависти. Сегодня, если ты пошутил скажем, о каких-то меньшинствах в Европе, ты пойдешь в тюрьму. Это уголовное преступление. И такие случаи уже есть. Правда, еще пока никто в тюрьму не попал. Но несколько христианских проповедников были приговорены за то, что они, скажем, осуждали гомосоциализм с точки зрения Библии. У нас в Англии, например, отменили общественное празднование Рождества. Это нельзя делать. Это будет обидно мусульманам. Английский национальный флаг, в отличие от британского, то есть чисто английский, это так же, как в Грузии. Это крест Святого Георгия, красный крест на белом фоне. Так вот, этот флаг запретили публично показывать, поскольку это будет обидно мусульманам, это будет им напоминать про крестовые походы. Притом, сами мусульмане ничего не говорят. У меня, недалеко от меня, за несколько кварталов, пакистанская лавочка. Там вполне правоверный мусульманин держит лавочку, продает товары. Он отлично понимает, что такая постановка вопроса делается специально, чтобы поссорить его с местным населением, чтобы вызвать вражду этническую. И он, мусульманин, у себя в витрине выставил английский флаг. Выставил, чтобы показать, это не я, ребята, я не против. Пожалуйста, Рождество, флаги, я никаких претензий не имею. Это ваши левые идиоты, вот это они делают. А я ни при чем. Вот это что такое, идет нагнетение, им нужна эта вражда, им нужно, чтобы мы друг друга ненавидели, тогда им будет легче править. Боюсь, Андрей Иларионов вчера вам не договорил до конца, может быть, потому что соответствующего вопроса меня не задали. А кто и почему с такой силой, с такой невероятной мощью пытался нам навязать эти идеи о парниковых газах и человеческом участии в забивании земли? Кто? Кто за этим стоит? Ведь это немалые силы. Ладно, допустим, какие-то ученые, им это выгодно, чем больше угроза катастрофы, тем больше им гранты, но ученые всего этого сделать не могли. Вы подумайте, какой-то недоумок полуобразованный Алгор сделал фильм на эту тему. Он сразу получил Оскара и он сразу получил Нобелевскую премию мира. Этого ученые сделать не могли. За этим стоят какие-то мощные силы, такие, которые могли заставить глав всех правительств в мире подписаться под идеи глобального потепления. Кто эти люди, мы до сих пор не знаем, но влияние их огромное и оно не демократическое. Мне скажут, ваше сравнение с советской системой Евросоюза, оно поверхностно, оно как бы несерьезно, все-таки Советский Союз был репрессивным тоталитарным государством. У него был ГУЛАГ. Да, ГУЛАГа пока в Европейском Союзе нет, но уже структуры, которые способны развиться в ГУЛАГ, создаются. Например, по решению соглашения в Ницце стал создаваться так называемый Европол. Европол, Европейская полиция, Европол. Значит, что же этот Европол будет делать? Во-первых, у него невероятная власть, у этого Европола. У него дипломатический иммунитет. Можете представить, полицейского с дипломатическим иммунитетом. Он может тебе что угодно сделать, ты на Европол совпадать не можешь. Во-вторых, у них будет право по договору в Ницце экстрадировать людей из одной страны в другую без слушания в суде этой страны. Это так называемый European Arrest Warrant. Вот теперь по затребованию любой страны Европол может приехать, забрать тебя и отвезти в какую-нибудь Грецию, где на тебя заведено почему-то дело. И в-третьих, а по каким же собственно преступлениям Европол будет нас как бы пасти? А вот оказывается это тоже в договоре еще Ниццы по 32 видам преступлений. Два из которых особенно интересны, потому что не являются преступлениями в уголовном кодексе никакой страны. Одно называется расизм, а другое называется ксенофобия. Как определить Европу, что такое расизм и что такое ксенофобия, это предстоит нам увидеть, потому что ни то, ни другое юридическим понятием не является и являться не может. Это идеологические понятия, они все относительные, субъективные. И вот что нам в этом виде сделают, это большой вопрос. По крайней мере наше британское правительство нам уже объяснило, что те, кто будет возражать против миграционной политики правительства и Евросоюза, а именно свободной миграции из третьего мира в Европу, эти люди будут осуждены за расизм. А те, кто возражает против дальнейшей интеграции самой Европы, будут обвинены в ксенофобии. То есть, мы теперь прекрасно уже знаем, по какой статье мы все сядем. Это полезно. Говорю вам, как старое заключение, мы всегда заранее полезно знаем, по какой статье те будут судить. То есть, это приближается. Сейчас утвердили новую позицию общеевропейского прокурора. Будет у нас общеевропейская прокуратура, будет полиция, будет прокуратура. Все замечательно. И вот с точки зрения политкорректности, с точки зрения их идеологии, о которой нас никто не спрашивает, между прочим, нас будут соответственным образом контролировать. Само по себе меня это не удивляет. Ни одна утопия в мире не обходится без ГУЛАГа. Поскольку она утопия, поскольку она не принимает во внимание особенности человека. И Европа в этом смысле не исключение. Будет европейский ГУЛАГ, будет. Я, может быть, до этого не доживу, но очень многие доживут. И это будет достаточно неприятно. Но точно так же, как в свое время Советский Союз был обречен рухнуть, обречен рухнуть и Европейский Союз. И никуда он от этого не денется. И моя единственная надежда, это что он не погребет под своими обломками всех нас. Что в общем, в кого в большую степень произошло в бывшем Советском Союзе. Вот одна из сторон современной европейской жизни. Не стремитесь в Европейский Союз. Вас туда вроде бы не принимают и слава Богу. Слава Богу. И пусть не принимают. Друзья существуют не для того, чтобы им подражать и копировать их поведение. Друзья существуют для того, чтобы дружить и друг другу помогать и говорить правду, если она требуется. И если твой друг делает глупости, хороший друг всегда ему это скажет. я специально выбрал эту тему сегодня, чтобы у вас не было иллюзий. Вам предстоит быть частью Европы, быть частью Запада, и не было вам от этого не деться. И лучше знать как хорошие стороны, так и плохие, и быть к ним готовыми. В сегодняшнем мире полезно знать, что враг, зло не имеет национального или этнического лица. У вас могут быть друзья в России и враги на западе. Вам гораздо важнее понимать, что есть враг, и понимать тот факт, что в сегодняшнем мире фронт войны проходит в умах людей, а не по государственным мирам. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не предсказываете ли вы ту же самую судьбу, скажем, Европе и Евросоюзе, какая, скажем, была и у Советского, постсоветского Союза? Такую же муче. Да, я так и сказал, они рухнут, безусловно, они рухнут, и рухнут, между прочим, вот они сейчас нам не позволяют шутить, нельзя сказать шутку, вот я не могу рассказать анекдот про французов, это ксенофобия, я не могу там пошутить над геями, я не могу там, понимаете, да? Они не понимают, что этим они накапливают внутрь злобу, почему Советский Союз рухнул, все-таки не привел к дикой резне, слава Богу, а почему? А потому что нам, по крайней мере, не запрещали друг над другом смеяться, мы рассказывали анекдоты все про всех, украинцы про русских, русские про грузин, грузины про евреев, мы шутили, мы смеялись, мы разряжали нагнетение вот этого раздражения, которое неизбежно, если людей заставляют жить под одной крышей, понимаете? И поэтому в конечном итоге мы вспомнили смешные стороны друг друга и не убили друг друга. Европейский Союз такой отдушины нам сегодня не дает, у нас запрещено шутить друг над другом, а это ведет к нанечению ненависти, и кончится это, может, гораздо более кроваво, чем Советский Союз. Спасибо вам за еще один вопрос. Ну, если не беря в основании те крайности, о которых вы сегодня говорили, приведя примеры о тех, скажем, над каким-то местами, то, наверное, вы считаете, что толерантность должна быть и должна поддерживаться относительно, скажем, меньшинств тех или нет, потому что без этого, наверное, все-таки будут выходы те меньшинства, которые, скажем, находятся на одной территории, там не смогли выучиться просто. Вы знаете, то, о чем я расскажу, в толерантности отношения имеют не малейшего. Это наоборот, это как бы квази-нетолерантность, которую нам пытаются ввести. Понятно, мы все толерантные люди. Англия, кстати говоря, невероятно толерантная страна. Там, я вот живу там 33 года, мне никто никогда не сказал, ты иностранец. Никогда в жизни. Понимаете? Это удивительно, при том, что я довольно откровенный человек, я могу говорить неприятные вещи. Нет, этого аргумента мне никто никогда в лицо не бросил. То есть мы достаточно толерантные европейские люди, нас не надо учить толерантности, ей-богу. Вот то, что они делают, это наоборот. Это то, что приводит именно к раздражению, то, что приводит к ненависти. Именно это. И делается это сознательно. Вы понимаете, вот так называемая политкорректность, она к толерантности отношения не имеет. Это был такой философ Герберт Маркузе. Немецкий философ из франкфуртской школы. Он был марксист-ревизионист. И в чем же было его разногласие с Марксом? А вот он жил в 60-е годы и считался в каком-то смысле идеологом революции 68-го года студенческой. А вот, значит, он говорит, что Маркс не прав, утверждая, что революционным классом является пролетариат. Нет, пролетариат исчезает, он не является революционным классом, у него есть пролетариат. Революционным классом, утверждают Маркузе, являются всякого рода патологические личности, отщепенцы, патологические личности, меньшинства. И вот, говорит Маркузе, а его работы вы можете найти на интернете, у него есть интересная работа, которая называется Repressive Tolerance. К вашему вопросу очень подходит. Так вот, он говорит, нужно объявить патологию нормой, а норму патологией, и только тогда мы, наконец, разрушим буржуазное общество. То есть, вот эти самые политкорректные люди, они не меньшинство защищают, они разрушают буржуазное общество. И отлично это знают. Их лидеры, по крайней мере. Конечно, всегда в любом движении есть достаточно много просто членов, следующих за лидерами, мало понимающих, что они делают, но лидеры отлично понимают. Поэтому они и хотят вражды, им надо защищать. Они профессионалы, они номенклатура нынешняя на Западе, понимаете? Они вот защитники прав женщин, геев, меньшинств национальных, защитники животных. Это замечательная категория. Их как бы подзащитные даже не могут возразить. Они не могут сказать, мы не хотим, чтобы вы нас защищали. Замечательно. И эта спекуляция очень удобная. Но все мы любим животных. Щенки такие очаровательные, знаете. Поэтому это очень удобная форма. Они нам навязывают свою политическую адженду. Они делают в сущности то же самое, что делал Ленин с пролетариатом. Ленину было наплевать на пролетариат. Но как инструмент политической борьбы он был ему удобен. Он объявил себя защитником угнетенного пролетариата. И на этой волне пришел к власти и установил свою диктатуру. То же самое сегодня делают идеологи политкорректности. Они повторяют в этом смысле Ленина. Спасибо. Вы считаете, что талинация не должна быть там, где она будет? Ну, конечно, должна быть. Конечно. Мы цивилизованные люди. Нам не приходит в голову описывать человека только его этнической или сексуальной принадлежностью. Слава тебе, Господи. Спасибо большое за интересную лекцию. Я бы хотел бы начать. Вы часто упоминали детали и царапы. И мне представляется, что вы все-таки преимущественно говорите о Европе. Вы различаете, как вы говорите, США от Европы и Евросоюза. И вы подразумеваете и то и другое. И в этом отношении мне интересно, как в отношении нынешних процессов, как его отношения и их отношения к Росфану Советского Союза. Ну, вы знаете, в каких-то ситуациях большого различия между Западом, включая Европу и Америку, нету. Понимаете? Это примерно одинаково. А в каких-то ситуациях это не совпадает, но потому что у нас в Европе уже есть Евросоюз, а Америка все-таки в него не входит. Понимаете? Вот когда речь идет о чисто Евросоюзовских вещах, здесь есть некая разница. Однако идеология, скажем, той же политкорректности в равной мере господствует и в Соединенных Штатах, и в Европе. Она, собственно говоря, пришла из Соединенных Штатов. В основном из калифорнийских университетов. Я там работал в 80-е годы в Станфордском университете, делал свою степень в науке. И вот в это время в соседнем университете Беркли, который славится у нас тем, что он рассадник радикализма. Да, вот все самые радикальные революционные идеи родились в университете Беркли. Отчего местное население называют его People's Republic of Berkeley. Вот. Так вот там родилась идея современного агрессивного феминизма. Это ровно когда я там был. И я никогда не забыл бы моё первое знакомство с этим. Я возвращался к себе в лабораторию. И по лестнице спускались две девушки. Я открыл дверь и придержал её, как я бы сделал для кого угодно. Для мужчин, для женщин, для ребёнка. Простая вещь. Они, проходя на меня, посмотрели на меня с абсолютным презрением и ненавистью. И сказали, male chauvinist pig. Я ничего не понял. Прихожу в лабораторию. Говорю, ребята, вот такая история. Чё такое? А, говорит, не обращай внимания. Это у нас People's Republic of Berkeley. Они изобрели новую форму феминизма, согласно которой мы угнетаем женщин тем, что обращаемся с ними как с женщинами. Вот мы должны с ними как с мужчинами обращаться, когда они будут мужчинами. Вот. Вот это наша угнетение. Это всё пошло оттуда, из Америки. Но оно удивительно быстро распространилось. Зря мои коллеги в лаборатории смеялись. Через 10 лет это была господствующая концепция в Европе, не только в Америке. А сегодня в современной Америке это уже вошло в законодательство. На этом происходит масса вещей. Там, вот, приведу вам пример. Сегодня женщины-феминистки поступают в армию Соединённых Штатов. В армию запретить им поступать нельзя. Это будет дискриминация. А потом объявляют, что они подвергаются сексуальному приставанию. Так называемый sexual harassment. И подают в суд, зарабатывают миллионы. Это такой очень простой способ заработать себе миллион долларов. Пойди, поступи в армию, а потом подай в суд. В американской армии есть форма беременного солдата. Вот это. Я такого нигде в мире не слыхал. А в американской армии есть форма беременного солдата. И так далее. Вот это теперь уже не просто мода на кампусе в Беркли. Это вошло в законодательство. Сегодня ни один начальник не будет говорить с подчинённой женщиной один на один. Он обязательно позовёт свидетелей. Потому что она потом подаст на него в суд за сексуальное домогательство. Понимаете? Это испортило, это отравило отношения между людьми. И так далее. Я могу до бесконечности на эту тему говорить. У нас просто времени на это нет. Подумайте. А отношения в Берклистове с Союзом? Отношения кого? Вот есть ли различия между Евросоюзом, то есть Европой и Америкой? Отношения Росказа с Союзом? Говорили про то, что... Америка не была участником идеи европейского объединения, да, конвергенции. Но они, во-первых, у них также точно доминируют левые настроения, левые интеллигенции, интеллектуалы. А во-вторых, их точка зрения, довольно типичная для консерваторов в Европе, это фетиш стабильности. Вот распад Советского Союза, это плохо, потому что это ведет к нестабильности. Поэтому Буш, старший, приехал на Украину в 91-м году уговаривать украинцев не отделяться от СССР. Произнешь целую речь. Подумаешь, такой полный идиотизм, да? А однако вот за этим у них стоит целая концепция. Нестабильность плохо. Самое страшное на свете – нестабильность. Я читал, например, книгу одного специалиста по Китаю, который пишет, мы были не правы американцы, мы сделали ставку на Чанкайши, а надо было сделать ставку на Мао Цзэдуна. Он обеспечил стабильность в Китае на десятилетия. Вот замечательная концепция, да? Сталин нам тоже обеспечил стабильность на 30 лет, да? И так далее. Мы должны все делать для стабильности. Это типичный фетиш американской администрации. И не только американской. И вот дипломатия в Европе примерно так же на это смотрит. Стабильность – это самое главное. Позвольте. Владимир Константинович, я хотел бы начать со слов Валентина Гафта, который послал покаяния. Он сказал, в Бересе он сказал, я счастлив, что должен был. Я счастлив? Счастлив, я, что должен был. Снимал, ага. Он подогнал, что он покаяния. Да, помню, он. Да. Я счастлив, что должен был от того, что я пришел в стране. Ну, и в русском. Помните, сихи, пока в Алланде и как там? Помню. Да. У меня фото. Одна. Ну, может, от просьбы, я буду на полосы. Ну, и, конечно, это просьба. Дело в том, что мы все как раз не знаем, о какой-то на самом деле сыграло концепция актера Габетова-Молкова. А то, что она придумана за общественностью Восточной Европы. Ну, чьяхами, поляками, может быть, это уголовно не тошно. После того, что произошел в Абхазии, не сейчас, а с самого начала, определенно, как мы привели силой, фрагулирует первый пакт Ельцина-Кристофера. Понимаете, да? Ельцина-Кристофера. Когда подразумевалось, что это слово, непластное договоренность между руководством Америки тогда и пугание окружающими Ельцина-Кристофера, может, все равно, о том, что уступает на что-то, что-то, что-то в Москве, кто-то не знает, что-то сказал в Москве, уступает грузинам, русским уступает на вас. Адекватно ли это гипотеза, верно, не знаю. Очень трудно, эта тема очень жесткая того и иного в России. Мои личные попытки неоднократно поднять на эту цену обсуждения. То есть, шараденский руководство уже в полной удаче категорическом табу и мои попытки принадлежать руководство еще больше садим табу. С другой стороны, есть просто доказательства. Немало этого выступления отлично самое озлобленное с такими врачебосновениями. В каждой северной безопасности, которая действует в Америке, и по-русски, несколько раз. И самое главное это из-за того, что в России нужна такое вопиющее повышение гражданских платок, полмиллиона населения изданное. Вот так полностью замолчили северной врачеби. Худшую дисциплину союз неотвожен врачеби. Самое главное скажем, никто ничего не делает. Вот мой вопрос заключается в том, что первый обществен суд не знал о том, что мы так называем самым. неотвожен представитель язык неотвожен. А существуют эти договоры сейчас какие-то новые? Что? Существуют сейчас какие-то новые договоры на эту тему? Между западным и самым. Прошу вас на вопрос. Ну, что касается того, как вы говорите, договора Ельцина Кристофора. Я ничего про это не знаю. К сожалению, документы секретные, которые я видел, они кончаются 91-м годом. Вот кончился КПСС, кончился архив. И ничего после этого я уже видеть не мог. Это совершенно другие архивы, куда меня не ждут. Так что документального подтверждения нет. Так, ну, чисто аналитически, я, честно говоря, не думаю, что им нужен был такой договор. Они, вот эти договоры, они, это только Гитлер со Сталина вот так вот написали, они разделили точно, чтобы нигде не ошибиться. А обычно международные договоры такого рода, они совершенно другие, они скорее общие и не подписанные. Это обычно вербальная договоренность. Вот Мальта. Был саммит, митинг, встреча в Верхах на Мальте. Это 89-й, по-моему, год, если я правильно помню. Восточная Европа до сих пор говорит, да, вот там была еще одна Ялта. Они договорились вот оставить Восточную Европу в сфере советского влияния и так далее. Я видел протоколы встречи на Мальте. Ничего подобного там нет. Но там есть общая договоренность, где Горбачев говорит, вы только не вмешивайтесь, я все сделаю. Я проведу демократизацию Восточной Европы. Это у меня следующим пунктом моей повестки дня. Только не вмешивайтесь, не пытайтесь ловить реву в мутной воде, не пытайтесь использовать этот момент в каких-то своих целях. Иначе это все испортит. И Буш ему обещает. То есть по сути это то же самое, но только оформлено это не так, как вы говорите. Это не подписанная бумага, это вербальная договоренность. Да, вы делаете, а мы благосклонно смотрим, как вы делаете. Понимаете? Что касается Ельцина, то его этот момент вряд ли вообще интересовал. Это менее всего входило в сферу интересов российской политики приятелем. Какие у них существуют давлеющие отношения сегодня на Западе к проблемам российской агрессивности. Оно сильно напоминает отношение Чемберлена к политике Гитлера. Это то, что называется умиротворение, аппизмент. И они в общем-то вполне готовы примириться с любым агрессивным поведением России. У них свои задачи, свои решения. Я вам скажу, за где-то 8 месяцев до события у вас в начале года мы с группой друзей разговаривали с президентом Саркази. Мы к нему пришли именно для того, чтобы его предупредить. Мы-то понимали, что Россия готовит такую грязь. И разговор шел, зашел о Косово. о том, что Саркази на этот год, на эти полгода становился президентом Евросоюза. Не ротация такая. И вот он нам сказал, что да, мы признали независимость Косово. Мы ему говорим, тогда вы должны быть готовы к обещанному победению России на Кавказе. Они уже это сказали, причем сказали открыто, никак не стесняешься, если Европа так поступит, мы сделаем так. Вы готовы к этому? Ну, я поеду с ними разговаривать, я надеюсь, то есть человек не готов к этому. Представления о том, с чем он имеет дело, у него нет. Мы пытались так немножечко разобраться, насколько он понимает, кто такой Путин, что это. Нет, нет у него такого понимания. Когда я пытался ему объяснить, что такое чекистская ментальность, он, наверное, смотрел мутным взглядом. Говорит, ну, что вы, Путин, он так любит женщины, жизнь. Человек, который так любит женщины, жизнь, не может быть плохим человеком. С чего завтра Путин любит женщин, я не знаю. Такое вот, 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 что нам сказал Сарказин, да? Вот, я буду разговаривать. То есть, у него безразличие было полное. Сказать, что он не понимал, что Россия может прийти и оккупировать даже всю Грузию, Нахангрию, нельзя. Он это отлично понимал, и более того, мы это сказали прямым текстом с Андреем Лёшим. Готовится он к этому не готовится. То есть, изначально было понятно, что они готовы это сдать по общей своей психологической установке. То же самое сейчас будет с чем угодно. Я далеко не уверен, что членство в НАТО сегодня является какой-то гарантией. Я вам говорю это серьезно. И если завтра, не дай бог, будет что-то подобное в отношении Эстонии, начнет Запад мировую войну за историю. Я сильно соревноваюсь. Константин Уготский, у меня один вопрос. Сначала я должен процитировать вас. Вы сказали, что после развала Саветского Саветского не было такого глобального правопролития. Да? Да. Но надо сказать, что в Грузии были войны. И мы сейчас после развала Советского и эти войны были обусловлены тем, что Советский Союз как сказать вложил эти бомбы в Грузию. Так что можно сказать, что не так уж проста ситуация с скал благополития. И второе про откорректность. Вы говорили, что эти войны не были из-за того, что здесь были шутки. Что Грузины шутили про Амян, Амян про Азербайджанцев, Азербайджанцы про Амяна. И я должен сказать, мой отец всегда мне говорил, что одной из причин между конфликтом между Грузинами и Абхазами были те же самые шутки, анекдоты про Абхаз. И я думаю, что не надо как ультумироваться идею политик корректности, которая я думаю, что очень важна. Да, иногда она выглядит очень комично, но не всегда просто невозможно обходить за бедного экземпляем, касается кровопролития по окончанию советского режима. Конечно, эти вещи относительны. Мы должны понимать, что мы говорим об относительных вещах. Да, были кровавые столкновения и на Кавказе, и в Литве, и в Средней Азии. Мы все это помним. Но они были минимальны. Подумайте, мы говорим об огромной империи с населением в 300 миллионов человек. Как она кончится? До того, как она начала распадаться, я вообще-то думал о самом худшем сценарии. Как мне свойственно. Я по натуре бессимист. И я ждал, что могло быть гораздо хуже. Это могла быть затяжная война. По счастью, Ельцин очень быстро распустил Советский Союз. Не без нашего влияния. Мы ему советовали как можно скорее распустить Советский Союз. А иначе могла быть гражданская война на 15 фронтах. Вы понимаете, это был очень опасный момент. Да, Горбачев и его подчиненные ГБ использовали этнический вопрос в попытках удержать Союз. Не без их помощи вспыхнул Карабахский конфликт опять, который существует давно, но был как бы не в горячем состоянии. Не без их помощи произошли события здесь в Тбилиси в апреле 89-го года. Мы отлично понимаем, это их операция. Такие события были. Но повторяю, по сравнению с тем, что могло бы быть, это было минимально. Ни одна империя не распалась так безболезненно, как советская. Даже французы сколько лет воевали во лжи, вспомните. Да, это цивилизованная французская нация. Англичане более-менее безболезненно ушли, но тоже не вполне. И достаточно было и конфликтов, и кровопролития. Так что все-таки, я подчеркиваю, кровопролитие Превоспорта Советского Союза было минимальное по отношению к тому, которое можно было ожидать. Теперь, что касается политкорректности и вашего батюшки, который приписывает ваши проблемы с Абхазией, шуткам. Причем моему уважению к вашему отцу я с ним не соглашусь. Шутки еще никогда в жизни не вызывали конфликтов. Они вызывали ответные шутки. И в этом и ценность открытости, в этом и ценность свободы слова. Давайте не забудем, что если сегодня мы живем в цивилизации, которая запускает космические корабли к отдаленным галактикам, и которая считывает человеческий геном, то прежде всего мы за это должны благодарить принцип свободы слова, который утвердился в нашей цивилизации. Без этого принципа никогда бы мы не достигли такого уровня знаний. И поэтому свободу слова, как наше общее достояние, мы обязаны беречь. Никаких объяснений, оправданий, удобствам или неудобствам я не принимаю в этом отношении. Само по себе оскорбительное выражение одного человека по отношению к другому, оно вполне разрешимо в нынешних судах в гражданском процессе. Почему нужно вводить криминальные законы? Объясните мне, почему нужно криминализировать свободную речь? Есть понятие дефамации, есть понятие оскорбления. Если вы считаете, что кто-то, выступая вас, оскорбил, идите и в нормальном гражданском процессе оспаривайте эти вещи. Этот путь открыт. Зачем же надо было вводить криминальные законы? Причем, заметьте, санкции до 7 лет. Это уже 70-я статья Уголовного кодекса СССР, по которой я сидел. Там тоже санкция была 7 лет. Это уже серьезно. Это идет сознательная криминализация свободной речи. Это ничем не оправданно. Я бы хотел, если возможно, подробнее описать, насколько это затронута система просвещения социальных процессов, насколько это контактально. Говорите, меня не слышно. Вы говорите о политкаратности? Нет, в том числе. И, кроме того, насколько важны на сегодняшний день на фоне того, что вы описывали, национальные выборы и каково степень демократичности этих выборов насилия на сегодняшний день. И еще, извините, каково отношение насилия? Насилие, простого насилия, тем процессам, которые происходят без спроса и переноса. Ну, что касается вашего первого вопроса, если я правильно его понял, насколько повсеместно это, как бы, политкорректность и требование ее соблюдения, захватывает ли это университетскую жизнь? Да, захватывает. Совсем недавно, где-то года три назад, президент Гарвардского университета был вынужден уйти в отставку, потому что в частной беседе на дому у кого-то из коллег, в ответ на вопрос, почему женщины так мало идут в точной науке, он сказал, ну, наверное, не хотят. Вот все, что он сказал. Он не сказал, что они не способны. Он не сказал еще чего-то такого. Он сказал, ну, наверное, не хотят. Нет. Против него началась злобная кампания. Истеричная, в результате которой он был вынужден уйти в отставку. Это президент Гарвардского университета. А он должен был ответить это потому, что мужчины, преследованные женщины, не дают им заниматься точными науке. Вот что он должен был ответить. Вы понимаете, какая степень контроля теперь над общественными выступлениями? Это президент Гарвардского университета. Так что это повсеместно. И более того, как я сказал, вошло в юридическую систему. В Америке есть пара школ, университетов, которые принципиально не берут денег от государства. Дело в том, что требование политкорректности, оно приходит вместе с грантами. Вот вы получаете грант от Запада, да? А они вам говорят, а при этом вы вот не могите делать там то, что-то. То же самое происходит и внутри страны. Получают бюджет университетов, а там заложена уже политкорректность. Они не имеют права этого избегать. Скоро они пользуются деньгами. Так вот, в Америке есть пара, поскольку я знаю, университетов, которые принципиально не берут деньги от государства, именно потому, что не хотят никакой степени контроля со стороны государства. В их стенах это пока возможно. Но более того, я вам скажу, даже если кто-то из студентов, учителей этого университета подаст в суд, он выиграет. Потому что закон уже существует, позволяющий в таких случаях судиться за дискриминацию. Другое дело, что в эти места и идут-то люди, которые хотят избежать всей этой чепухи. Поэтому они их друг на друга в суд не подают. Но в принципе могут. Вот есть такая отдушина. Я сейчас не помню название, вы, наверное, лучше помните название. Я могу назвать одни вот такие образовательные центры, например, институт МИЗОСа из Тунка-Тона и такие... Да, да. ...вместе отъедут. Вот эти себе позволяют. И то с риском, да? Теперь, что касается выборов. Вы знаете, вот я ровно об этом сам и думал. У нас сейчас в Англии предстоят выборы, скорее всего, где-нибудь в начале мая. И вот идти на эти выборы, не идти. Это будет первый раз в жизни, что я не пойду на выборы. А смысла никакого, абсолютно. Выбирать этот парламент, который на 80% проштамповывает решение в России, ну какой смысл? Ну это как Верховный Совет. Там в ЦК решили, они поставили штамп. Что же их выбирать? Тем более, что у нас явно сейчас ребористы проиграют, придут консерваторы. Наши нынешние консерваторы, это такие консерваторы, что плакать хочется. Они ничем не отличаются от ребористов. Только названием. И зачем мне нужен консерватор, который уже объявился, он будет поддерживать политкорректность? Мы инклузив, сказал он. Консервативная партия инклузив. Зачем мне консерватор? Пусть левые поддерживают политкорректность, мы с ними, по крайней мере, воевать удобнее. А выявлять с консерватором, поддерживающим политкарту, это как-то сложно. Понимаете? Вот вам ситуация. Есть ли у нас выборы сегодня? Большой и хороший вопрос. У меня впечатление, что та форма демократии, которая у нас существовала последние 300 лет, так называемая репрезентативная демократия, когда выбирается представитель, вот эта форма демократии себя изжила. Нам придется думать о реформах, о том, чтобы сделать демократию более прямой. Вот скажем, где демократия до сих пор работает? В Швейцарии. А почему? А потому что там прямая форма демократии. Там 50 тысяч человек подписали и общенациональный референдум. Понимаете? Там люди имеют непосредственную возможность высказаться и принять участие в решении проблемы. Понимаете? А у нас уже нет. Мы не имеем такого. Нашим политикам наплевать на нас, на всех. Мы уже лишены голоса. Потому что им на нас наплевать. Большинство, две партии, более-менее стабильно, там 37% за одну партию, 37% за другую. Поэтому политики не интересуются ими. А вот те маржинальные голоса, которые могут склониться туда или сюда, они важны. А это маржинальные голоса, это как раз вот эти всякие группы озабоченные, понимаете? Которые надо пообещать, что ты сделаешь мир более зеленым. Тогда они за тебя проголосуют. Вот. То есть мы уже не важны. Мы уже не... Наш голос не отражен. Происходит кризис репрезентативной демократии. Причины для этого многочисленны. Мы не будем их сейчас обсуждать. Но что система нуждается в коррекции, я уверен. Один вопрос, подсказанный вашей праздник. Вы упоминали, что теперь существует линия фрота, которая проходит в умах людей. Ну, вот в одну сторону, поэтому не только, это всегда, вы обозначили. А вот как раз другая сторона, как ее можно описать, чтобы было понятно, с кем специализироваться. То есть так, ну, некий прогноз на будущее. Да, значит, классическое линия, которое проходит в душах, это борьба между добром и злом. Значит, речь идет теперь, по вашим словам, так сказать, об обе бумажнике. То есть, если мы условно, соответственно, обе вот эти тенденции, которые вы упоминаете, обозначили как зло, ментальный зло, то вот как можно было бы описать, так сказать, силы, находящиеся на другой стороне? Это важно, потому что это проекция будущего. Я попытаюсь, хотя, как говорится, задача для меня новая, мне никто такой задачи не знает, но я попытаюсь. Дело в том, что мы с вами знаем прекрасно, люди, прожившие в уникальном, тоталитарном государстве, уникальном в истории. Мы с вами знаем, что самые большие злодеяния совершаются в хороших целях. Вот, что благими намерениями вымещена дорога в ад, в этом мы с вами убедились сами на своей ежедневной жизни. Это мы видели. И вот противная сторона, вы понимаете, вот назвать ее злым абсолютным, я не берусь. Как правило, это люди, считающие, что они делают добро. Вот они хотят всех накормить, например. Ну, замечательно, надо, чтобы все были сыты. При этом тот факт, что они нарушают определенную, ну, скажем, гармонию общества, где, в общем-то, зарабатывает тот, кто работает, тот, кто старается, тот, кто способнее. Вот люди, которые верят, что равенство – это благо. Понимаете? А я в это не верю с детства. С тех пор, как мне на уроках математики объяснили, что и неравенство бывает справедливым. И, скажем, семь больше пяти. Вот с тех пор я не верю в равенство, понимаете? А есть люди, которые верят в равенство, и они считают его благом, а я считаю это насилием, поскольку ничего равного в мире нет. Вот эти люди, они считают, что они делают благо. Я не говорю, что они злодеи по определению, но они считают, что если они нас всех оденут, как китайцы при Мао Цзэдуне в одинаковую форму, и каждому выдадут по килограмму риса, и мы будем ездить на велосипедах, и будем размахивать красной цитатной книжечкой, это абсолютное счастье человечества. Они в это верят. Я в это не верю. Разница очень простая. Мы свободны в этом мире верить во все, что угодно. Но навязывать свою веру к другому преступно. И если мы можем сделать какой-то вывод из нашего 73-летнего опыта коммунизма, так же, как и из целого ряда других похожих парадигм, а именно, что заставлять людей верить в то, во что они не верят, заставлять людей подчиняться идеологии без их согласия, преступно. Вот на этом я утверждаю. И для этого нам и нужен был Нерумерский трибунал. Так же, как Нерумерский трибунал в Германии навсегда дискредитировал идеи европейской.